Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Мир вам! Мир всем! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Душе нашел Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Субтитры создавал DimaTorzok 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 И благочестие, за которое находятся страны и народы, боговраждебные. Здесь оплот народов, вечно враждовавших с носителями истинной религии. В древности это Осирия, Халдея и Персия, всегда воевавшие и даже покорявшие Израиль. Здесь и Вавилон, город великого нечестия. В христианскую эру здесь утверждается оплот мусульманства, религии, отвергшей Бога Человека Иисуса Христа и Таинства Пресвятой Троицы. Религии, призвавшей народы на кровопролитные войны с христианами. И в кончину века с этим местом будут связаны особые события. Если язвы предыдущих чаш понимались преимущественно буквально, то и здесь можно разуметь буквально смысл этих слов. Некоторым указанием на это событие могут служить слова ветхозаветных пророков. Исайя, цитирую, и прострет Господь руку свою на реку в сильном ветре своем и разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Пророк Исайя, 11 глава, 15 стих. И также пророк Иеремия, 50 глава, 38 стих. Ясно указывается и причина искушения воды Ефрата для того, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного на великую битву последнего дня. 14 глава, 16 стих. Два главных потока двинутся сюда. Цитирую. От пределов севера ты, Бог на земле и магога, и многие народы с тобою. Пророк Иезекииль, 38, 15. И цари от восхода солнечного. Народы северные и восточные, и объединившиеся с ними, двинут тогда свои полчища в израильскую землю, что будет облегчено им иссушением воды в Ефрате. Так разумел святой Андрей Кисарийский, говоря, что река Ефрат оскудеет, чтобы дать проход языческим царям для истребления друг друга, которые двинутся, думаем, из скифских пределов, вместо Гога и магога. Во время Андрея Кисарийского там жили языческие народы. Если же описываемые апокалиптические события недалеки от нашего времени, то, глядя на карту мира, трудно ошибиться в определении великих держав к северу и востоку от Ефрата, а также тех религиозных и тайных мистических сил, гнездящихся в восточнее Ефрата. А впрочем, только сами события скажут свое последнее слово. Смотри обо всех этих событиях в толковании на 20 главу, 7-9 стих. Иносказательно виденное Иоанном можно разуметь и так. Ефрат. Граница Израиля со странами боговраждебленных. Но вот Ефрат высохнет, и эта граница исчезнет. То есть исчезнет все, что сохраняло христианскую церковь. Новозаветный Израиль от своих врагов. И тогда все народы обрушат свой гнев на христиан, учинив последнее лютое гонение на святых. Видеть под высыханием Ефрата и последующей войной какие-то события предыдущей истории неправомерно, так как здесь описываются события самого последнего времени, завершающиеся страшным судом, их 14-й. Но это еще не все, чему привело изливание шестой чаши. Пожалуйста, вопросы задавайте по этому стиху. Если не по этому стиху, то через час мы будем беседовать на другие темы. Пока по первый час, пока по прочитанному. Все понятно? Вопросов нет? Читаем дальше. Откровение, 16 глава, 13 стих. «И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам». Толкование. «Иоанн видит исхождение нечистых духов из уст дракона, то есть сатаны, и из уст зверя, выходящего из моря, то есть антихриста, и из уст лжепророка, предтеча антихриста, зверя, входящего из земли». Так мы опять видим эту сатанинскую в кавычках троицу. Троица не по существу, а подражательная и ложная. О троичности сатанинского действия, смотри, 9 глава, 17-18 стих. Это карикатура на божественную троицу. Теперь, когда, цитирую, царство антихриста сделалось мрачно, явилось всему миру его бессилие и стал ясен его проигрыш, «Сатана собирает все свои силы и делает последнюю, отчаянную попытку восстать на Бога, возмутив все народы» и в 14-й. Но на этом его настигает конец через второе славное пришествие Христова. Итак, в действие вступает на этот раз сатана лично и привлекает своих могущественнейших служителей, ваеточие, антихриста и лжепророка. Объединив свою тройную силу, они объявляют Богу войну. По-видимому, они понимают, что это будет последнее сражение и вступают в бой сами. С одной стороны, сатана все знает о своем конце, знает как из священного писания, так и из тех непосредственных сведений, которые он имел от Бога и ангелов. Но он отец лжи. Евангелие Таана 8, 44. И ложь искажает всякое знание, которое он имеет. Поэтому и по своей безмерной злобе и отчаянию он все-таки до конца будет вести с Богом войну. С чего же начинается эта последняя брань? Из уст и сатаны, и антихриста, и лжепророка исходят три нечистых духа. От каждого по одному. Исхождение из уст означает, во-первых, исхождение духа изнутри, из самого внутреннего существа. Во-вторых, самый образ исхождения из уст мыслится как избавление, что соответствует отвратительному виду жав и существу дракона, зверя и лжепророка. В-третьих, этим указывается, что эти духи исходят в мир по непосредственному указанию сатаны, антихриста и лжепророка. «Исшедшие три нечистых духа подобны жабам». Это сравнение объясняется природными свойствами жаб. В грязи рождающиеся, в грязи живущие, из грязи выходящие, малые сами по себе, бессильные, жалкие, но раздувающиеся и обладающие громкими голосами, они противны и отвратительны при прикосновении к человеческому телу. Таковы будут люди, в которых войдут нечистые духи, подобные жабам. Душа, как и деятельность этих людей, будет грязной и отвратительной. Хлабы и жалки будут их цели и проявления, но будут они гордыми и самопревозносящимися. В грязи рожденные, в грязи умрут. Изблеванные сатаной, антихристом и лжепророком сами превратятся в грязь. Такое чудесное толкование. Вопросы? Откровение, 16 глава, 14 стих. «Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя». Толкование. Об этих трех духах говорится. «Это бесовские духи, творящие знамения». Мы видим, что все царствование антихриста будет сопровождаться знамениями. Цель их — увлечь и прельстить людей. И это будут не просто иллюзии и обманные действия, которые он совершит, но и знамения, совершаемые непосредственно бесовскими духами, исходящими из преисподней. Теперь же для последнего восстания на Бога и зайдут непосредственно от самого сатаны, антихриста и лжепророка три бесовских духа, творящих знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. На этот раз деятельность бесовских духов проявится в том, что они вдохновят и подвигнут царей всей земли собраться на великую брань. Цари поднимут свои обезумевшие от страшных казней яз народы на войну. В войне людям будет казаться выход из положения. Да и чем такие мучения лучше умереть? 9 глава 6 стихи. Так все человечество пойдет фактически на самоубийство. Подобно этому писал пророк Захария. «Вот наступает день Господень и соберу все народы на войну против Иерусалима». 14 глава 1-2 стих. Люди часто спрашивают, будет ли еще мировая война, потому что призрак войны витает над землей. Мы не знаем, что ожидает нас в недалеком будущем. Даст ли Господь мир или он будет взят с земли. Но мы знаем, что всемирной войной закончится всемирная история, ибо цари всей вселенной будут собраны на брань. Народ с севера со всеми соединившимися с ним и цари восточные беспрепятственно перейдут высохшее русло Ефрата и соберутся на всемирное побоище Палестии. Это будет вон и великий день Бога Вседержителя, то есть в день суда. 1 Коринфянам 3.13, Матфея 7.22, Лука 17.24, Евреям 10.25. Сейчас трудно говорить с определенностью о том, что это будет за брань. По-видимому, надо разуметь и буквальные военные действия, и брань духовную, и мистическую, и идеологическую. Уже вот-вот и грядет Вседержитель в мир. Но люди этого еще не знают, они собрались на всемирную брань, бессмысленную и жестокую. Будут что-то друг другу доказывать. Они уже ничего не способны понимать и не способны ничему верить. Не будут они уже верить и антихис. Сами евреи, Возведшие его на престол, Отшатнутся от него И примут Христа. А народы мира В страхе и смятении, В злобе и отчаянии Собрались на брань, Сами не зная, Зачем и с кем. И тогда придет Христот. Вопросы. Откровение 16.15. Все иду, как тать, Положен, бодрствующий И хранящий одежду свою, Чтобы не ходить ему на гимн, И чтобы не увидели срамоты его. Толкование. Эти слова являются здесь Несколько неожиданной вставкой В ход повествования о казни Шестой Чаши. Они, по-видимому, Не принадлежат здесь Ни Господу, ни ангелам, А просто Иоанн, Описывая он и день Бога Вседержителя, Как бы сам вставляет эти слова, Пришедшие ему на память. Вы, народы, Уже не знаете, что делать, Потеряли всякую веру и жизненную устойчивость, Отчаялись в мучениях пяти, яс и год, Собрались на брань, Уничтожая самих себя, А фактически восставая на Бога. И тут все иду, как тать, То есть неожиданно, как вор, Блажен бодрствующий, Не поклонившийся антихристу, Но ждавший Христа И хранящий одежду свою, Полученную в крещении, И всегда облекавший душу свою добрыми делами, Чтобы не ходить ему на гим от добрых дел, И чтобы не увидели срамоты его, То есть падшей греховной природы. Потому блажен тот, Для кого пришествие Христово Не будет неожиданным, Как приход вора, Ибо, цитирую, Вы, братья, Не во тьме, Чтобы день застал вас, Как тать. 1 Фессионатийцам 5.4 Для бодрствующего и хранящего Свою святую брачную одежду Это будет пришествие долгожданного жениха, Оно будет как долгожданные лучи света грядущего дня Для бодрствовавшего всю ночь сторожа, Но для спавшего во грехах Это будет внезапное, страшное И неожиданное пробуждение Через пришествие вора. Как вор расхищает имущество спящего, Так страшный день суда Расхищает все накопленное В греховной жизни на земле. Итак, не будем спать, Как прочие, Но будем бодрствовать И трезвиться. 1 Фессионатийцам 5.6 Кстати, в словах Иоанна Мы находим опровержение ложного Сектантского учения О предварительном восхищении церкви Перед страшным судом. Верующие призываются бодрствовать, Чтобы день суда, Который придет Господь, Их 14-15, Не застал их как тать. А значит, они не будут Предварительно восхищены, Но будут до самого дня суда Находиться на земле. Кстати, если принять Сектантское понимание, Что будет восхищение церкви, Потом великая скорбь, Потом тысячелетнее царство, Потом страшный суд, Необходимо принять нелепую мысль, Что Христос в кончину века Должен прийти не только дважды, Но даже трижды. Так и учил баптистский толкователь Откровения И.В. Карги. Вопросы. Откровение 16-16. И он собрал их на место, Называемое по-еврейски Армагеддон. Толкование. Иоанн указывает на место, Где будут собраны, Ко дню суда, Все народы на великую битву. И он собрал их. Кто он? В 14-м стихе мы видели, Что собирающими всех царей вселенной На битву являются Бесовские духи, И зашедшие из уст дракона, Антихриста и лжепророка. Если же слова и он собрал их Рассматривать как непосредственное Продолжение стиха 14-го, То собирающим является Сам Бог Вседержитель. Захария 14-я глава 1-й 2-й стих. Принять можно оба ответа Одновременно, Ибо если земных царей И собрали три нечистых духа, То не иначе, Как по попущению Бога Вседержителя. Так все народы Со своими царями Оказались собраны на брань На место, называемое По-еврейски Армагеддон. То, что название Этого места Иоанн Приводит по-еврейски, Говорит о том, что оно уже Играло роль поля сражения В еврейской истории. О каком же месте речь? В Писании мы не находим Упоминания о местности, Прямо называющейся Армагеддо. Но мы встречаемся С выражениями Воды Мегедонские. Книга Судии, 5-я глава, 19-й стих. И равнина Мегеддо. Второй параллель Паминон, 3-я глава, 22-й стих. И книга пророка Захарии, 12-11. Местоположение Этой равнины Действительно хорошо Известно в Палестине. Слово Армагеддон Несомненно сложное, Состоящее из двух слов Ар и Мегиддо. Более многочисленные И верные списки Говорят за последнее Прочтение. Но так или иначе, Речь идет об одном И том же О местности, Называемой Мегедонской, По долине ли Или по той горе, Которая эта долина Примыкает. Андрей Кисарийский Пишет, что Армагеддон означает Рассечение Или убийство, По-видимому, При рассмотрении Значения этого слова На еврейском языке. Этим указывается, Что тут Человечество Пойдет на свое Окончательное Рассечение И убийство. В этой долине Произошло Два страшных Кровопролитных Сражения, Памятных Для еврейского народа. Здесь Евреи Во главе Свараком И Деворой Разбились И Саровой, Начальника царя Иовина, Жестоко Угнетавшего Народ Божий Книга Судей 4.5 Здесь Судейский Царь Иосия Не послушав Господа Потерпел Лютое Поражение От египетского Параона Нехао Так что И победа И поражение Связаны У евреев С этим Местом Победа При уповании На Господа И поражение При Непослушании Ему И здесь В этой долине Будут Ко дню Суда Собраны На страшную Грань Все народы Земли Возможно Что В Мегидонской Долине Состоится Только Первоначальное Собрание Всех народов А уж А уж Окончательный Большой Буквы Суд В долине Иосифата За городом Иерусалимом Как и Христос Был Осужден За городом То Что Господь Соберет Все народы На суд В долине Иосифата Является Одновременно Верованием И христиан И евреев И мусульман А впрочем О географически Точном месте Трудно судить Во-первых По множеству Собранных народов А во-вторых Мы не знаем Не только Ни дня И часа Пришествия Христа Но нам Не дано И судить О месте Его явления Книга Матфея 24 глава 26-27 стихи И поэтому Даже на основании Прочисти Иоиля И в апокалипсисе Мы этого Не можем Говорить С определенностью Знаем только Что На эти Названные места Соберутся Народы На брань И тогда Явится Христос На суд Вопросы? Откровение 16-я Глава 17-й Я Отходила И проморгала В общем Когда ты тоже Вопросы задал И быстро Начал Следующую читать Можно я назад Вернусь На 14-й стих Можно Помните Я задавала вопрос Что будет ли Когда уже наступит Вот это время Прощение А тут говорится Что И тогда Придет Христос И вот Евреям Дастся Они поверят В Христа В общем А другим Не будет уже Да Прощение Только остатку Христа Это о евреях Я так Я так Поняла Эту стиху Сами евреи Возведшие его На престол Отшатнутся От него И примут Христа Но кроме евреев Будут же И христиане И не христиане Они то Никуда не денутся Евреи Это отдельный народ Они его Распялись Они будут получать Чип тоже Евреи Раз возведут его Значит они получат Печать Не знаю я Как будет Но написано Что Тот Кто примет Печать Тот уже Не будет Иметь покаяния А в толковании Говорится И тогда Примут Христа Ну примут Христа Могут быть Люди Колеблющиеся И не принимавшие Ни Христа И не принимавшие Антихриста Я так думаю Хотя тоже могу Сомневаться В Писании Мы четко знаем Что принявшие Начертания Антихриста Назад уже Покаяния не будут То есть они Настолько будут Ослоблены Уже столько Чаш гнева Уже И пророки Еврейские Были И Енох И Илья Пророчествовали Все им Рассказали Все нет Они подставили Лбы и метки То есть они Отреклись от Христа И назад Уже не будет А те которые Примут С Христа Написано Что остаток Спасет И наверное Не успеют Подставить Лбы Своя А может быть Они Воздвигнуть Его Воздвигнут Ну а сами Они же Для контроля Это будут Как говорят Делать Для тотального А им Зачем Сами За собой Это контролировать Будут Ну если Масоны Все это будут Делать Евреи Они себе И не будут Этих меток Ставить Потом Бог даст Им покаяние Может быть К евреям Это не Ну нет Написано Все народы Давайте Игнатия Тихановича Спросим А то Ябрик Сказал Своё мнение А где Он Его Че-то Володя Слышите Нас Вот что-то Не видно Если не видно Они отключены Сергей Он сказал Я откровение Не толкую Вот его ответ Ну и правильно Простит меня Господь Как будет В откровении Так и сказано Нам Не нужно Знать Если От нас Скрыто Время Да тут Еще и место Вот А как Это будет Тем более Скрыто Если Время Скрыто Не ваше Время Знать Времена И сроки Ну что Понятно Тут же Говорится Евреи Сами Возведут И сами От него Отшатнутся И примут Христа Вот что Меня Просто Задуматься Ну понятно Да То есть вопрос Технически Что как Вот они Для чего Вы такой вопрос Заводите Что А можно Я приму Печать А потом Раз еврея Примет Нет Я все Беспокою За тех Кто Примут Ошибочно А потом Раскаются Ошибочно Не примут Примут Осознанно Добровольно Куля Бога Христа Ясно Вот Мусульмане Они Открыто Говорят Он Не умирал Христос Он живым Взят На небо Они спрашивают В Палестине Сейчас опрос В ролике Я недавно Смотрел Кем для вас Является Христос Пророк То есть Никакой он Им не Бог Они в него Не верили Придет Антихрист И Не верующие Во Христа В первую очередь Пойдут за Антихристом Верующие Даже Некоторые Верующие Соблазнятся Испугаются Убоятся Убивающих Тело А не Убивающих Душу Бога Не убоятся Для Принявших Печать Спасения Уже Не будет Это Как бы Понятно То есть Если человек Печать Принял Все Это Он Однозначно Он Поклонился Сатане И Он Пойдет В Я Это Знание У нас Принято Спрашивать Разрешение На вопрос И на ответ Идем дальше Все Благодарим За вопрос Спасибо Идем дальше Книга Откровения 16 Глава 17 По 19 Седьмой Ангел Вылил Чашу Свою На Воздух Из Храма Небесного От Престола Раздался Громкий Голос Говорящий Совершилось И Произошли Молнии Громы И Голоса И Сделалось Великое Землетрясение Какого Не бывало С тех пор Как люди На земле Такое Землетрясение Так Великое И Город Великий Распался На три Части И Города Языческие Пали И Вавилон Великий Воспомянут Пред Богом Чтобы Дать Ему Чашу Вина И Ярости Гнева Его Толкование Чаша Седьмого Ангела Как и Предыдущие Шесть Чаш Описывает События И Казни Божии В Кончину Века Но Показанному В Видении Седьмой Чаши Можно Дать И Иное Таинственное Толкование Рассмотрим Сначала Его Это Видение Снова Возвращает Нас Как уже Неоднократно Было В Апокалипсисе К тайне Нашего Искупления На Голгофе Перед Нашим Взором Снова Крест И Все Совершившееся На нем Но Только Предстает Оно Совершенно Иначе Чем В Описан И Чем В Описаниях Евангелистов Они Описали То Что Предстало В те Дни Их Глаза Иоанн В Откровении Видит Все То же Самое Но Как бы С иной Стороны Со стороны Невидимого Мира Это Как Облака Которые Снизу Земли Мы Видим Высоко В небе Но Забравшись На Высокую Гору Мы Можем Увидеть Их У Своих Ног Сверху Седьмой Ангел Вылил Чашу Свою Это Та Чаша Гнева Божия Которая От Дня Грехопадения Человека Приготовлялась Для Наказания Людей Но Теперь Изливается На Сына Человеческого 14 Глава 9 10 Семь Чаш Полнота Гнева Божия Изливается На Него Большой Буквы На Христа Причем Седьмая Чаша Выливается На Воздух Ибо Там Царство Сатаны Князя Господствующего Воздух Песянам 2 2 И вот Теперь Для Сокрушения Князя Воздушного Возносится Христос На Кресте От Земли Воздух Ивангелия Таана 12 32 Об этом Как пишет Святой Афанасий Великий Враг Рода Нашего Дьявол Не спадший С неба Блуждает Посему Дольнему Воздух Господь Пришел Не Извернуть Дьявола Очистить Воздух Открыть Путь На Небеса И Это Исполнено Его Смертью Которую Претерпел Он На Воздухе Ибо Только Тот Умирает На Воздухе Кто Оканчивает Свою Жизнь На Кресте И Вот На Воздух На Распятого Христа Изливается Чаша Гнева Божьего Он Жаждет Ее Испить Ради Гибнущих Людей Ради Своих Распинателей Он Воскликнул На Кресте Жажду Евангелия Отеана 19 28 И Ему Дано Было Испить Отец Оставил Сына Чтобы Усыновить Себе Его Распинатель Люди Видели И слышали Как Иисус Из Назарета Вися На Презренном Древе Римского Креста Воскликнул Совершилось Евангелия Отеана 19 30 И вскоре После Этого Видели Как Разодралась Завеса В Иерусалимском Храме А вот А вот Совершилось Прозвучало От престола И произошли Молнии И Кромы И Голоса И Сделалось Великое Землетрясение И Действительно Тогда Цитирую Сделалось Тьма По Всей Земле До Часа Девятого И Померкло Солнце Евангелие От Луки 23 Глава 44 45 Когда Излился Гнев Божий Тьма Окутала Землю Святой Дионисий Ореопагит Был Тогда Еще Языческим Ученым И Наблюдая Эту Тьму Находясь В Александрии Воскликнул Или Сын Божий Умирает Или Кончина Века Воистину Умирал Сын Божий И Сделалось Великое Землетрясение Какого Не было С тех Пор Как Существуют Люди На земле Такое Землетрясение Такое Великое Какого Не было Ибо Когда Земля Потряслась И Камни Расселись И Гробы Отверзлись И Многие Тела Усопших Святых Воскресли Евангелие От Матфея 27 Глава 51 52 Сухи Это Землетрясение Потрясло Не только Землю Но и Недра Ада И Преисподней И Ад Отдал Своих Мертвых И Они Вышли Воскресшие Христос Пленил Плен Поразил Сатану Небеса Примирил С землей Совершилось И Город Великий Распался На три Части Город Великий Это Иерусалим 11 Глава 8 Он Великий Ибо В нем Совершилось Самое Великое Событие Искупление Человечества Крестом Христовым С этим же Городом Связаны Величайшие События Священной Истории Ветхого И Нового Завета Иерусалим Тогда Действительно Распался На три Части По Населявшим Его Христианам Иудеям И Самарянам Иначе Еще Население Иерусалима Разделилось Тогда На три Части На Твердо Уверовавших Во Христа Маловерных И Вовсе Не Принявших Проповедь О Христе И Города Языческие Пали Церковь Христова Распространилось Язычество Пало Рухнуло Погасли Идольские Капища Подрузился Ред Пал Языческий Рим Пала Языческая Александрия Пала Языческая Антиохия Пали Языческие Эфес Афины И Другие Города Расцвели Столицы Христианства Города Христианских Патриарх И центры Христианского Просвещения Рим Александрия Антиохия И многие Другие Христианские Города Восторжествовало Христианство Если уже Под городом Великим Разуметь Духовный Иерусалим Святую Церковь То под Ее Распадением На три Части Можно Разуметь Печальное Разделение На Православную Католическую И древние Восточные Восточные Церкви Непосредственно Все это Есть Образ Кончины Века Изливается Последняя Чаша Гнева Божьего Предыдущими Язвами Поражено Было Все Поражены Были Все Стихи И вот Изливается Гнев Божий Цитирую Даже На Воздух От Которого Никуда Нельзя Убежать Примудрость Соломона 17.9 Таким Образом Нарушаются Все Внешние Условия Земной Человеческой Жизни Но Это Будет И Последняя Окончательное Сокрушение Сатаны Князя Господствующего В воздухе Песянам 2.2 И Духов Злобы Поднебесных Песянам 6.12 Сам Христос Явится В воздухе Чтобы Осудить Сатану И Сынов Его И Соединиться Со Своей И Скупленной Церковью 1.1 Фессалин Кисом 4.17 И Тогда Из Храма Небесного От Престола Раздался Громкий Голос Самого Господа Вседержителя Говорящий Совершилось Совершилось Все Чему По Предвечному Определению Надлежало Быть И История Неба И Земли Пришла К Своему Концу Мир Созрел Суды Совершились Жатва Пожата Паки Грядущий Пришел Более Ждать Нечего Наступил Финал Страшный Суд Не Выдержала Этого Земля И Вся Природа Застонала И Произошли Молнии Громы И Голоса И Сделалось Великое Землетрясение Какого Не Было С Тех Пор Как Люди На Земле Такое Землетрясение Такое Великое Как Молния Исходит От Востока И Видна Бывает Даже До Запада Так Будет Пришествие Сына Человеческого Евангелие От Матфея 24 27 Это Будет Последняя Стихийная Катастрофа Из тех О Которых Христос Говорил Что Им Надлежит Быть Кончину Века Ивангелие От Матфея 24 7 Глады Моры Землетрясения По местам Все же Это Начало Болезни Это же Описанное Иоанном Землетрясение Будет Последним Приступом Последней Схваткой Болезни 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 Это Великая Скорб Кончины Века Причем Это Землетрясение Потрясет Не только Недра Земли Но и Ада И Всей Вселенной Молнии Громы И голоса Разбудят Спящих Во гробах И уже Не только Некоторых Святых Как Прекрестной Смерти Спасителя Но и Всех Живших На Земле Потрясется Земля Расступятся Камни Ибо Наступает Время В Которое Все Находящиеся В Гробах Услышат Глаз Сына Божия И Изыдут Творившие Добро В Воскресение Жизни А Делавшие Зло В Воскресение Осуждение Вангрия Атеана 5 глава 28 29 Ибо Так Говорит Господь Саваоф Еще Раз И Это Будет Скоро Я Потрясу Небо И Землю Море И Сушу И Потрясу Все Народы И Придет Желаемый Всеми Народами Пророк Агей 2 глава 6 7 Стих Эти слова Пророка Агей Толкует Апостол Павел В послании К евреям Цитирую Который Господь Ныне Дал Такое Обещание Еще Раз Поколеблю Не Только Землю Но И Небо Слова Еще Раз Означают Изменение Колеблемого Как Сотворенного Чтобы Прибыло Непоколебимое Прием 12 26 27 Колеблемое Сотворенные Небеса И Земля Будут Перетрясены Изменят Свое Существо В Новое Вечное В этом Страшном Землетрясении Разрушатся И Придут Ветхие Небо И Земля И Их Уже Не Будет 21 Глава 1 Стих Далее Придет Же День Господень Как Тать Ночью И Тогда Небеса С Шумом Придут Тихие Же Разгоревшись Разрушатся Земля И Все Дела На Ней Сгорят Воспламененные Небеса Разрушатся И Разгоревшиеся Стихии Растают 2 Петра 3 Глава 10 И 12 И Как При Землетрясении Бывает Разрушение Городов Так И Здесь Читаем О Разрушении Иерусалима Городов Языческих И Вавилона И Город Великий Распался На Три Части Под Великим Городом Мы Уже Видели Понимается И И И В Древности Камень На Камень Не Остался От И 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 Даже Император Юлиан Отступник Живший 360-й 363-й Год Приказал Восстановить Храм Чтобы Опровергнуть Пророчество Христа То Сильная Буря Огненные Шары Земли Землетрясения Окончательно Все Разрушит Такая Живучесть Постинит И 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 Построенное Богоборцем Будет Разрушено До Основания От Самого Города Останутся Только Развалины Интересно Отметить Нынешнее Разделение Иерусалима На Три Часть Между Евреями Христианами И Мусульманами Такая Живучесть Постинит И Другие Города Как Сказано И Города Языческие Пари Падут Перед Страшным Судом Все Земные Царства И Вавилон Великий Воспомянут Перед Богом Чтобы Дать Ему Чашу Вина Ярости Гнева Его Ничто Не Забыто Будет Воспомянут И Вавилон Великий Город Нечестия И Блуда Который Надо Отличать От Иерусалима Где Будет Храм Антихриста А Падение Вавилона Возвещает Ангельская Весть 14.8 Город Напоивший Все народы Яростным Вином Блуда Будет Сам Пить Чашу Вина Ярости Гнева Божия Вопросы Можно задавать вопросы Теперь любые Пожалуйста Сейчас прошу Вопросы 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 Двадцатый Стих И Всякий Остров Убежал И Гор Не Стало Толкование Это Тоже Следствие Описанного В стихе 18 Землетрясения При землетрясениях Часто Поверхность Земли Меняет Свои Очертания Острова Погружаются В море В горах Бывают Обвалы И Разрушения В невероятных Масштабах Все это Совершится В кончину Века Уже В шестом Стихе Четырнадцатом Стихе Мы читали Что Цитирую Всякая Гора И остров Двинулись С мест Своих Теперь Сказано Что Исчезнут Вовсе Стихии Жи Разгоревшись Разрушатся Первая Петра 3.10 Прежнего И в прежнем Виде Не останется Ничего Прежнее Небо И прежняя Земля Миновали И моря Уже Нет 21 глава 1 стих И Иносказательно Святой Андрей Кисарийский Под островами Разумеет Святые Церкви А под горами В них Начальствующих При наступлении Великой Скорби Антихристовой Святые И их Пастыри Во Исполнении Слов Господних Матфея 24 16 20 Уйдут В пустынные Потаенные Места И укроются Там Их не станет В шумном Безбожном Обществе Убегут Они Не от Мучений Не из Страха Но предпочтут Для Сохранения Благочестия Пребывать В горах И пещерах Нежели В городах Да и невозможно Им будет Жить В обществе Так же И в само Пришествие Христа На суд Святые Соединятся С Господом Грядущим На облаках 1 Фессалоникийцам 4.17 И их Уже Не станет В среде Нечестивых Вопросы Откровение 16.21 И град Величиною В талант Пал С неба На людей И хулили Бога За язвы От града Потому что Язва От него Была Весьма Тяжкая Толкование Это В довершение Всех Бедствий Что Град Пал С неба Означает Что Людей И всю Землю Постигнет Гнев Небес Небо Небо Не может Более Взирать На Беззаконие Людей Посылает Тяжкое Наказание Все Уничтожающий Град Величиною В талант Талант Мера Веса В 60 Мин Перевести Ее Точно На Наши Единицы Измерения Не Удаётся Но Для Града Величина Во всяком Случае Весьма Большая Карает Людей И язва От него Была Весьма Тяжкая Эта Язва Напоминает Также Седьмую Казнь Язву Наведённую Господом На Египет Книга Исход 9 глава 13-35 Стихи Но Все Казни Не Приводят К покаянию Сердца Людей Ожесточены Все Ожесточены На Вечность Не Действует Ничто Ни Землетрясения Ни Разрушения Иерусалима Ни Падения Вавилона Ни Град Покаяния Нет И Хулили Люди Бога За Язвы От Града Ула Вот Последнее Что В отчаянии Злобе И бесовской Одержимости Извергают Уста Погибающих Что еще Остается Страшный Суд Начало Вечных Мучений Вопросы Час Прошел Можно Задавать Вопросы Любые Разумеется Духовные Ни Кого Ничего Нет Да Продолжим Вопрос Задали Здесь Как у нас Занятия Идут Занятия Идут Книга Откровения 16 глава Новому Завету Какой порядок Там Тоже были По остальному Новому Завету Занятия Спрашивали Конечно Были Только Не По Скайпу Сколько Лет Игнатий Тихо Ничего Занятия Там Трех Трех Томник Это Вот Третий Том А их Три Тома А Да У меня Сейчас Я покажу Да Вот Такое Издание Это Третий Том А Первый И Второй Том И Да От Евангелия От Матфея И Послание И Все Конечно Проходили Неоднократно Не на Один Труп Через Чуть Близко Показывай Чуть Чуть Подальше Покажи Плохо Видно Так Ну Видно Не видно Еще поняла спасибо ответ дан еще вопросы вопрос можно да так как воскресенье рождество будет не видно вот так лучше да вот так да я с телефона поэтому про сереж ты объясни как идут занятия что за вопросы задаются через час и вопросы можно подготавливать или по теме которая будет мы объявляем какая тема или же по вообще без темы любой вопрос игнать тихонович будет отвечать евгений тропко задавайте вопрос у меня вопрос к гнате тихоновичу а ранее церковь она не отмечала рождество не было мы в библии не находим такого праздника как рождество но мы знаем есть местописание но это не как установленный праздник который надо праздновать как вот вопрос так как церковь она подошла к этому ведь это было спустя где-то где-то четыре века только что церковь начала праздновать рождество ранние христиане не знали этого праздник то есть как вот вопрос как вот церковь подошла к этому празднику как это было установлено праздник был соединен с крещением его выявили отдельно и подсчет когда было рождество провел святой ангратоуст рождество ах с чего а начало начало счета идет от служения захарии я по сей день не могу понять почему захария оказался первосвященником дальше захария кончил череду возвращается домой от когда приносил жертву первосвященник у евреев это известно было но вот он возвращается домой и в первую же ночь или совету зачинают считаю что все это ни на чем не основано надо что легко считать девять месяцев от него уже 6 6 место порождается христос потому что на шесть месяцев христос был моложе я на крестителя вот и все то есть если так упереться сказать а она не сходится не сходится еще из-за этого никакой роли не играет на спасение нет но однако хоть что то есть а потом уже эту цифру то 7 то 12 стали по 12 праздников подгонять 12 2 на 10 и по-настоящему то вот богородичные праздники есть отдельного движения креста и богородичные они не имеют обоснования никакого я когда разговаривал тут и с еписком я говорю вам не кажется что сказка такая в деревне жил дурачок один ну и мы говорили вот свадьба идет и говорит что всегда у вас так и было ну пошел следующий день а там хоронится чтобы всегда так было ему назад надавали кулаков то он больше никогда такого у вас не было на то так было говорить он опять свадьбу никогда чтобы не было я крут у нас такое же самое считается на благовещение единственное праздник богородичный сходится так рождество богородицы ведение во храм успение считается один и тот же отрывок из евангелия когда женщина сказала блаженно чрево тебя носившись сосы тебя питавшие главное и на похороны и на рождество богородицы один и тот же я почему и сравнивать этим с дурачком то один и тот же стих который никакого отношения не имеет да при том еще когда женщина воскликнула христос него что поставил славангет блаженно слушающие исполняющие то есть он как бы это отверг даже ну да совсем надумано но я православный вопрос я все снимаю мне это не во вред у допустим посты 4 поста ни одного нет евангельского ни одного апостольское правило было касалось 4 десятницы 69 правило среды и пятницы а вот петров пост зачем он и главное такое время у меня я в лагерь заезжаю детей завожу а молочное нельзя дети не не дать никак а живут и среди моря молока сливки творог ну я православный я исполняю а мне это не нужно теперь я молюсь о том чтобы мне полюбить этот пост а зачем этот пост потому что помолились возложили руки на петра и она пошли не проповедовать то есть этот пост имеет обоснование чтобы после поста усиленного молитвой постом люди двинулись на проповедь но этого то вообще никогда не было даже в помине не было назначение поста вообще не имеет никакого значения вот перед великим постом масляная неделя ну понятно что ели мясо а потом ничего нельзя так здесь без мяса одна неделя как бы на горке потихоньку скатываться а происхождение такое 630 какой год ираклий царь воевал с хозроем персидским царем и дал обед что если только я победу одержу а по а война уже девять лет шла то я буду неделю без мяса ну какое отношение ко мне ираклий хозрой то имеет то какое но и опять я православный и все на этом конец зачем я буду зацепляться я не буду я вообще мясо не ем но тем более если указание дано так может любому делу прицепиться вчера зашел ко мне один еретик он уже выделился ученик христов баптистов не пойдешь чтобы никто над ним не командовал и он определенно мы ученики христовых но я говорю и что на где написано что священники должны быть я внука господь избрал 12 апостолов а что священники то нигде в библии не сказано игры кажется переменой священство христос первосвященник если он первый значит есть вторые трети то есть он совершенно не имеет благодати понимание толкования священного писания и никак прям не не слышит и долдонит я этот ролик выставлю потом покажу вот так поэтому если ты потерял все а что для чего а для того что он теперь будет ломать хлеб и давать выполнять роль священства отверг как лютер а мирян сделал священниками а кармарса в этом как раз говорит ну я говорю зачем тебе это ну а христос зашел сказать он сказал кому простить и проститься но так всем сказал нет апостол нет то было много женщины были были за 2000 лет ни одна женщина почему этим даром не воспользовалась чтобы накрывать там петрахелию и прощать то ну то есть никакого обоснования ни к чему нету у нас много есть откуда мы знаем василий великий из предания церковного крестное знамение нигде ни одного слова нет на то животворящий крест если собаку убили покажи только палку так и дьявол этого боится вот интересно я выступал у баптистов собрание ну я они не принимают я говорю но если явится вам сатана было такое во сне было я говорю а как вы отбивались никак не мог я тогда взял говорит перекрестился и он говорит упал и доказать зачем ты же баптист но это во сне на его нельзя меня отлучат откуда него отлучат от какой трубы даже не знаю вот и все я когда говорил о детском крещении дети то должны быть на корабле должны я горю у вас на руках ребенок она сидит баптистка молодая молоденькая я говорю в корабле вас не запустили вы с ребенком погибли корабль церковь она встала я завтра же ребенка пойду крестить я не убеждал ничего просто сказал вот и все мы должны подойти к этому так при счастье было поврось я попутно говорю хлеб и вино сделал мертвиян латаус чтобы колдуны не воровали ну и что кровь и тело остались а ты можешь подражать делать 100 раз дома одно воспоминание будет до воспоминания могу и вообще днем и ночью один делать и в любом вопросе вот так надо рассуждать я православные вопросы сняты я обязан с точностью все исполнить чтобы не носить не позорить имя православного получается ключевой фигурой в установлении рождества был иван златоуст правильно да да но что интересно я когда прочитал вот какой у него ум был он горит бог требует десятину и не только деньги говорит наши там овощи но и время а как сколько дней ну 365 он замет 365 хорошо запомни десятина это 36 половиной запятую перенести и как 7 недель 7 недель суббота воскресенье постом не считается разрешается растительное масло 75 35 1 только суббота перед пасхой за весь год целиком 36 и с утра до с вечера до утра половина 36 половиной 10 10 но бог берет точно сюда полдня ну вообще не додумаешься даже ну что еще что то есть но у меня такой еще тогда вопрос еще один вот получается младенца в кресте да и и потом как бы им город все ты христианин ты православный вводят в храму начинает причине причащает его когда это младенец потом он сам начинает но скажем у человека нету что-то тормозить не слышал человек тормозить тебя не слышно пиши чате возрождение то есть нету покаяния женя тебя не слышно тропко напиши вопрос в чате как бы вот жаление хорошо я напишу в чате вопрос из чата наталья черновская пишет хочу поприветствовать игнатия тихонича не сразу поняла куда попала когда-то смотрела златоусты из потеряевки и даже работая на тв устраивала коллективный просмотр этого фильма как он к нему относится игнать тихонич как вы относитесь к тому что вот такой был просмотр и как к самому фильму и помнит ли его вообще это конечно вы не остались считать миллионером дескать за прокат и прочее пинта раз обо мне в потеряевке снимали ягра ни одной копейки ни одной рублями никто не дал на предчувствие было его как продавали в москве в метро в любой метро загибает везде торгуют этим прям наседали сколько вы получили а не рубля но зато этот фильм смотрели в америке в австралии я приехал везде приглашают домой значит роль свою он сыграл вот я говорил то что тебя обогатились по делу касалось то в то время этого ее и как было это сегодня так уже привыкли тут у нас самый большой кинотеатр мир около вокзала в барнауле и там была зоя павловна югина директор но и когда приехала от причустия режиссер кузнецов владимир сергеевич и мы вышли на подиум где-то артисты выходят то чтобы вопросы задали она горит я смотрела фильм рядом с мужем со своим сидела там зал огромный зал то у меня зубы вот так горчак или ягод боялась что меня в зале арестуют что я говорил то но действительно по тем временам это звучало сегодня ничего особенно в этом нет говорить о лене и как о предателе как изменники ну и такое как я буду говорить о фильме я о нем и не говорю никогда поставили да и поставили тем более за мной полгода на проходила режиссер снимать и зачем это мне некогда не все равно батюшка давай да ну раз просят ну ладно давай еще ну вот снял и первый фильм получил главный приз на международном киноконкурсе бюгославия а второй главный приз в россии значит люди приняли их мы же не агитировали не рекламировали я вообще не касаться не касался а а что вы и там кто там было и показывали но во славу божию но еще замолку пасу то ли разбежались все никого уже нету молчание золото меня сейчас слышно меня слышно ну вот я вопрос лучше так задам не писать как бы много придется получается так младенцев крестят потом начинают их причащать как бы вот их как бы называют их воцерковляют но зачастую потом этот младенец вырастает и у него нету сознательного покаяния и встречи с богом и вот такие вот младенцы их очень много они зачастую потом становятся просто номинальными такими христианами как вот избег как вот если хорошо крестить младенцев как потом им как бы дать ну как чтобы объяснить что нужно покаяние нужна встреча с богом то есть возрождение свыше потому что как бы получается такой обман вроде бы к ты все-то уже крещен что еще надо вот все ты православный в аптестов то там у них к допустим да у них там у них там мы если человек не покаялся то его как крестить никто не будет то есть даже разговора не будет а у православие то получается пока пока я не это не условия крещения вот дело-то в том что вы употребили слова в церковь ляция я считаю это слово одно из самых поганых какие у нас есть в лексиконе никакого церковь ляне быть не может есть только рождение родился или не родился и когда говорят а вот как дети просто надо понять крещение что такое крещение это и есть обещание богу доброй совести крещение было прообразовано в ветхом завете обрезанием завет с богом завет а если кто не будет обрезан до истребиться душа то а он разве виноват когда ему шесть дней там или семь дней было не надо разговаривать так бог повелел бог знает и заботится и вот есть такой священник в москве димитрий смирнов он там по силовым структурам и он как-то выступает и говорит вот я крестил в 20 лет то посмотрел если девчонки в б превратились парни там наркомана да пьяница и куда я горит их что так ну и хоть деньги взять с них и под роликом надпись самый наглый поп кто-то поставил это я заглавил но смысл-то понятие надо крестить там где оба родители верующие которые обещаются воспитывать как должно тогда надо крестить а если этого нету зачем не надо это 90 процентов сразу отказ будет даже с лишним 90 вот это самый правильный подход а как у евреев ребенок маленький обрезан а потом он может быть сделается атеистом но и дальше что ничего он все равно обрезан завете с богом а теперь теперь он пошел на другую сторону и заботиться чтобы вернулся так и крещение послание колоссиям третьей главе постсал павел говорит вы обрезаны обрезанием их нерукотворен на будущее крещены то есть прямо говорится что обрезание про образовала прообраз был а там был восьмидневный ребенок он ничего не понимал и однако так именно делался он евреем вопрос поставлены и на него один ответ только крещение законная но только у верующих которые будут учить такие же даже быть крестная сегодня ничего этого нет поэтому крещение сделать как особой привилегии когда родители верующие все еще вопрос пожалуйста кто-то хотел задать Игнатий Тихонович, меня слышно? Да, я слышу вас Вот хотел спросить, почему православных мы празднуем 7 января Рождество, а католики 24-го, там 25-го Я в прошлый раз объяснял потому что православные придерживаются языческого июлянского календаря и так как он был не точный, то накопилось 13 дней это по сельскохозяйственным работам определилось заново начали пересчитывать а тот григорианский, от папы католического тот более верный но на спасение нам это не влияет никак но православные уже в абсолютном большинстве перешли на новый стиль кажется, 4 только патриархата, которые придерживаются старого это Грузия, евреи это Иерусалимский патриархат и сербы все остальные перешли уже на тот вот почему более сложный вопрос почему Пасха не в одно время? если желаете знать тут другой вопрос да, можно было бы узнать и за Пасху тоже тут все сходится к евреям у них первый месяц был Адар, там Ниссан у них 3 года было по 12 и 4 год 13 месяцев месяцев лунный календарь это самый точный был там на Луне отрубили трубами то есть все это знали и когда Христос был распят когда была Пасха Пасха когда еврейская когда полнолуние 14 Ниссана а теперь когда Христос был распят как раз в это время а сколько прошло до воскресенья? 3 дня и первый день недели и теперь чтобы у нас получилось это нужно первое равнодельствие день равен ночи 22 марта раньше никак не может быть после этого первое полнолуние и за первым полнолунием первое воскресенье но если до воскресенья нет 3 дней а в субботу падает тогда на даты 3 дня пропускают еще неделю и Пасха уходит уже в апреле там будет к маю вот и все то есть мы связаны тем происхождением которое было у евреев в переносе на Новую Пасху у нас другой календарь не лунный поэтому мы тут варьируем таким образом пожалуйста спасибо за ответ я не расслышал спасибо за ответ слава Иисусу ну вот такое было а при том возьмите вот год рождения Иисуса Христа так как мы считаем 2018 год а это неправильно еще надо прибавить 4 года 22 а как узнали а так был ученый монах Дионисий Малый его звали видимо был великий Малый и ученый монах и ему дали задание рассчитать Пасхали Пасхали это когда будет Пасха какой год и он карточки как Менделеев раскладывает ну и смотрит как она что было обязательно воскресенье что луна шла на убыль после летнего весеннего равноденствия и потом смотрит 532 533 опять тоже и все до одной опять пошли он третий круг и опять так же он тогда в совет и говорит 532 года это что за дата такая все повторяется никто еще не знал тогда те мудрые мужи стали думать а в это время отсчет в христианской церкви шел от Диоклетиана главного гонителя христианта вот еще нонсенс в чем ну и тогда решили что видимо это знак что 532 года назад Христос родился а как раз был там это уже по нашему сказать там 530 нет 4 года надо прибавлять а как узнали что неправильно да так когда наложили это получается Ира тоже умер и гнать Христа он не мог а смерть год смерти Ирода известен вот и все так что хорошо что Дианисий Малый высчитал но неточность небольшая для себя мы знаем когда он уже а так придерживаемся даже он неправильный календарь ничего не влияет на спасение звезда за звезду не засыпется Игнатий Тихонович еще вопрос давайте братья помолимся время вышло кто желает еще остаться забрать вопрос на заднем мы получим дела достойно есть я кого истину блажит дитя Богородицу пресно блаженную и непорочную и матерь Бога наша честнейшую херувим и славнейшую без сравнения сиротим безысления Бога Слово родшую сущую Богородицу Тя величаем дайте тихо помолитесь любящий наш Отец Небесный мы перестали перед Твоим величием и просим во имя Иисуса Христа Спасителя нашего услыши молитвы наши о наших родных и близких которые не познавались знали Тебя благослови патриарха и епископа и священников и паспу дай им духовное рождение свыше и водительство Духом Святым даруй мир Израилю и Иерусалиму России и Сирии в Украине где война идет и научи нас оценить это мирное доброе время Иерусалиме Тебе Господи Слава за все Отец иерусалиме 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 Она не подлежит исправлению, а только истреблению. Так чтобы мы не были похожи на этих упрямцев. Вот меня спрашивают, а как правильно пальцы прижимать? Два или три? Ну, мы с детства приучили на два, а другие три. Но правильно, соответственно, всем канонам. Это католики. Пять. Пять ран. На кресте умирало не божество. Старообрядцы показывают бога человека. Православные новообрядцы, никоньяне, троицу. А на самом деле, на кресте это божество бесстрастное, как говорит Златоус. А поэтому тело, связанное с ранами было. Вот раны. Пять. В руках, в ногах и в боку. И они так пятерней кресятся. А русские, они кресятся лопатой. Лопата. Это крест назвать, это лопатой. Как-то старообрядцы говорят, вот эти никоньяне православные-то, они берут вот щепоти. А щепоти раньше из кесета брали, табак насыпали. И все время нападали. Я говорю, а вы сидите, как так, так. А там теперь нигде табака и нету. Двумя пальцами держат, курят, когда... А вы держите папиросу. И они сразу перестали говорить. То есть, ну, надо увидеть, что там есть. Они юмора никакого не имеют. И они это серьезно приняли. Больше ни разу от них не слышал. Это надо знать. Это когда вот много было террористов, где-то там в Индонезии, ну, не знали, что делать. Молодежь валом валит, как в Игилта. И кто-то говорит, они все мусульмане? Да. А у мусульман считается осквернение, там, прикосновение к свинье. Поэтому когда-то убивали кого, они его свинью обдирали, шкуру заворачивали и посылали родным. А ему спасение уже не светит. Обыкновенный отток начался, и все закончилось. Обыкновенная свиная шкура закончила войну. Вот что значит. Говорит, война начинается где там? За столами. И там же заканчивается. Ну что? Вопросов, говорит, нет. Только два варианта. Или все знает, или ничего не знает. Если ничего нет, все, прощаться будем, друзья. Спасибо, Христос. Помолчат все. Спасибо. Спасибо, Христос. Я вижу, тут многих уже знаю. Рахиль у нас была. Спасибо, Христос. Марина была. Оля тут только что была. Ну, тут и Сергей Игнатов. Остальные тут два-три человека. У нас невраждебные занятия-то идут. Тем более по святым отцам. Вот говорит Сергей сегодня, Сергей Павлович и говорит, ну, вот там, вроде я должен сказать. Еще говорит, толкование на толкование. Когда толкование говорится, все неопределенно. Он неоднократно говорит, когда исполнится, тогда увидим. И святые запрещают это толковать. Тем более, эта книга духовная. Написано, я был в духе в день воскресный. Ну, мы услышали, устрашились, и будем готовиться к встрече Господа. Толкование вот это, которое составил отец Геннадий по всем святым отцам. Я знаю очень много толкований разных. Даже близко, ни одно к нему не подходит. Настолько оно сильное, здравое, с опровержением сектантских толкований. Он сейчас, отец Геннадий, был магистр, сейчас доктор богословия. А до обращения он был уже преподавателем в Томском университете, физик-математик. Щелок вот,